Сделаем вместе. Это название всероссийской экологической акции, в которой приняла участие Мордовия. Школьники-эколидеры провели множество просветительских мероприятий. Победители конкурсов осенью отправятся в лагерь Артек, а сейчас под эгидой Единой России они организовали выставку эко-плакатов. О лучших работах наш следующий материал. Школьники Мордовии приняли участие в одной из самых масштабных экологических акций. Сделаем вместе. Она прошла под эгидой Единой России. Старшеклассники провели множество мероприятий для учеников младшей и средней школы. Экологические уроки, занимательные квесты. Лучшие из них получили гордые звания «Эколидер». Осенью они отправятся в лагеря Черноморского побережья. Экологическое просвещение они продолжат в Артеке и Орленке. Из нашего региона туда поедет рекордное количество участников. 11 учеников и один преподаватель. Победители федерального этапа этого конкурса награждают в сентябре путёк в Международный детский центр Артек на осеннюю смену. Но на этом акции не окончены. Теперь неравнодушные к экологии показали свои способности в изобразительном искусстве. Всероссийский экологический урок закончился выставкой эко-плакатов. Её авторы, школьники, показали проблемы современной экологии с помощью красок и подручных материалов. Работы отбирались таким образом. Сначала в школах дети рисовали на уроках изобразительного искусства, на внеклассных мероприятиях, во внеурочной деятельности рисунки по самым разнообразным темам. Но предпочтение отдавалось действительно теме утилизации твёрдых бытовых отходов, теме свалок, раздельного сбора мусора. Затем внутри школ отбирались лучшие рисунки и отправлялись уже вот они на конкурс, на городской конкурс и затем на республиканский. Плакат Айгуль Бычкова победил в региональном этапе конкурса. В своей работе юная художница обратилась к проблеме раздельного сбора мусора. Люди создают заводы и не думают о том, что приносят природе вред. А если они даже и приносят, то они думают, что они большой. Но это не так, потому что вечно в воздух выбрасывается углекислый газ и разрушаются многие цепи природы, вырубаются леса, что изображено на моём плакате. Валентина Руина, Валерий Балаев. Наши новости.